Народ, всем здорова! Сегодня 30 декабря, сегодня собрались лепить пельмени. Для этого специально я приехал в Альди, но перед этим заехал с моим братом, с его сыном. Забрал их и приехали. И тут такая картина. Муки нету. Смотрите. И сахар на развес. Придется ехать в другой магазин искать. Сейчас поедем в Педимарк, надеюсь мы не обломаемся с пельмешками. Почему, когда мы закупались, не купили муки? Дома чуть есть, но Наталья сказала, этого недостаточно. Отправляемся на поиски муки. Надеюсь, нас в Педимарк спасет. Еще не хватало в последний день искать муку. Так, здесь ажиотаж в Альди небольшой, не то что в реале. В реале не протолкнуться. Здесь народу немного, но достаточно. Погода, конечно, никакая, никакого праздничного настроения нету. Снега нету, поэтому я так говорю. Дождь, елки, слякоть. Смотрите. Это Лео. Вот тут ему подарочки я несу. Один я уже запаковал. Он еще об этом не знает и про это тоже не знает. Сейчас положим. Будет детям сюрпризы. Итак, мы уже в Пенимарте. И здесь есть мука. О чудо! Пошли. Смотрите, ребята. Сколько есть здесь. Родной. Так. Четыре возьмем. Объедимся пельменей. Старый, родной Пенимарк никогда не подводит. И туалетная бумага есть. И салфетки, и мука. Приходите в Пенимарк закупаться. О, смотрите. Братан уже на гитаре трубит. Давай новогоднюю. Люди ждут. Береза вайка душки. Она наилла за все. Она голохолсты стелила. Через речку ледяные мосты. Потолок ледяной. Двери слепучая. Зашешала за стеной. Тьма колючая. Как шаганешь за порог всюду. Танцуй, танцуй лево. Друзья, прибыли домой и сразу взялись за работу. Наталья здесь немного подшуршала уже. Сделала заготовочки. Посмотрим, что она сделала. Ну-ка, Наталья, показывай. А что ты не здороваешь ни с кем? Всем привет. Ну, давай. Ну, что с заготовочки. Приготовила вон селедку. Это для шубы, да? Для салата. Сварила свеклу. Картошку сварила. Чеснока нарезала. Ну, начистила. Для холодца у меня тут много чего надо будет. Морковку сварила. Лук нарезала. Яйца сварила. Поставила варить в холодец. Размораживаю утки сейчас замариную. Про холодец можно рассказать. Братишка приехал на помощь. Сразу здесь. Здравствуйте. Всех с наступающим. Сразу яйца чистить. Смотрите. Так, холодец. Бежим к холодцу. Смотрите. Две кастрюли холодца. Кстати, кто не пробовал мой холодец, всегда всем очень нравится. Правда ведь? Все себя нахваливают. Рецепт таков. Сейчас расскажу. Мясо беру и вымачиваю где-то 2-3 часа в холодной воде, чтобы оно постояло. Потом ставлю варить. И когда она уже хорошо закипит, эту всю воду сливаю, промываю мясо, чтобы все ушли эти гадости, короче нечистоты. Промываю. Белки, другими словами, да? И ставлю опять, заливаю чистой водой и ставлю варить. Уже потом всю воду менять нельзя. Бульон надо, чтобы наваристый такой был, чтобы, как я говорила, без желатина, чтобы он застыл. И все, соль, перчик и мясо часа 4, наверное, будем варить на медленном огне. Дальше покажу. Без желатина, говорит. Раньше не знаю, кто желатин добавлял. Мы никогда не делали. Многие добавляют, чтобы желейка хорошая получилась. Зачем? Если не возьмется холодец, то будет шурпа. В принципе, я не знаю, может Юрик это раньше видео закончит и не успеет заснять готовку холодца дальше. Могу, в принципе, рассказать. Мясо отделяем от костей, от жиров полностью. Я оставляю только кусочки мяса. Потом укладываю в тарелки, выжимаю туда чеснок, соль, перчик. Все это хорошо перемешиваю и заливаю бульоном. И даем там до утра постоять, да? Пока что. Сколько мы хотим сегодня блюд успеть сделать? Ну, шуба оливье. Мешать, правда, не буду. Ну, шубу уже сделаем, а оливье не будем перемешивать. Просто нарежем холодец и обещанные перемешки сейчас будем лепить. У тебя там тоже фарш, да? Что-то там размораживается. Фарш на картошку, утки и грудка там. Музыка Так, картофель у Юрика готов. Юля уже здесь. Яйца делает. Как эта штуточка называется? Найсер дайсер, да, у нас? Найсер дайсер, да. Мам, ты делаешь пельмение? Сейчас будем делать, сейчас будем тесто делать. А ты нам будешь помогать? Так она и ждет весь день ребенок, спрашивает, хочет помогать. Ну, давай, на тесто. Так, берем муку. Ну, я думаю, что нам придется на два килограмма делать в два раза. Замешивать будем на машинке. Мука, килограмм. Да. Сколько яиц? Три-четыре яйца, а мы сейчас четыре положим. Для навара? Ну, что-то подскажет, как лучше правильно сделать. Может, ты неправильно делаешь? Ну, блин, как моя мама делала всю жизнь, так и я делала. Многие, я в интернете читала, делают на минералки, там, знаешь, на всяких этих, что тесто там лучше, пузырчатое какое-то, не знаю. Ну, как меня мама научила, так и делаю. Ой, Кира, помощник. Так, у нас здесь, смотрите, размораживается мясо куча. Так, солишь, да? Угу. Ну, я хочу. Хватит, Кира, много не надо туда. Соли надо поменьше. И это теплая вода, да, у тебя? Угу. Сколько? На глаз, Юлик, я не знаю. На глаз? Да. Как помните, анекдот был, когда, старый анекдот, когда приходит, говорит, насыпь мне, говорит, там, сахарку, а не соли. А ему говорят, весы сломались. Он говорит, ну, насыпь на глаз. Он говорит, на хер себе насыпь собака серая. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Процесс пошел, ребята. И вытащим уже готовое тесто. Офигительно. Да. Легко и просто. Да. Легко и просто. Да. И вот тесто уже вымесилось. Быстро экономит время. Такая машинка. И силы в руках это вода. Ну. А вот Юля здесь уже для оливье, смотрите, настрогала яйца. Сейчас делает колбасу. Все через найсер-дайсер, получаются все одинаковые кусочки. Одинаково, равномерно. Да, равномерно. Хорошо, быстро. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Совместными усилиями наш оливье почти готов. Вот так он выглядит. Это на сегодня все для него. Заправлять мы его не будем. Здесь, смотрите, два сорта колбасы, докторская и копченая, картошка и яйца. Потом туда еще добавим, когда уже перед столом буквально. Немного зеленое яблоко нарежем, горошек, майонез посолим. И что еще? Лук и чуть-чуть соленых огурцов. Лук и чуть-чуть соленых огурцов. И все, и оливье будет готов. Ну завтра еще покажем. Да? Думаю, да. Кстати, вот так вот даже удобно. Он не портится, может стоять у нас хоть неделю такая нарезка спокойно. Когда надо, замешали тарелочку, покушали, всегда свежий. Так, у нас пошли заготовочки для чего, Наталя? Для салата шуба. Для салата шуба. Для шуба. Да, и потом уже приступаем к пелемешкам. Скоро уже близится к цели. Примерно по сантиметру Наталья нарежет ее. А где телефон? Как здесь? Где? Так, ребята, у нас здесь все кипит, бурлит, все в самом разгаре. Сейчас будем же делать фарш. Пока отдыхает вон там тесто. Здесь, смотрите, мы уже делаем под шубой. Выложили селедочку. Да, одну для мамы хочу дать. Здесь Володя и две тарелочки нам делаю и одну соседей угощу. Она мне сегодня говорит, Наталья, соседка наша, что будешь готовить? Я рассказываю. Они у нас поляки, соседи. Я рассказываю. Она говорит, ой, не знаю, я тебе дам попробовать. Так что тарелочку сейчас надо им сделать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, у нас слух пошел в ход. Давай, Наталья, давай, качай. Трицепс, бицепс. Поехали. Баян, неси уже? Неси. Или брательник пусть гитару неси? Точно. Сашка, тащи. Смотрите, как получается. Опа. Кстати, очень удобная вещь. Ты, Юрик, мне заказал, подарил. Да, я несколько штук туда заказывал раньше. Да, мы заказывали беспонтовые такие, знаешь, за 20-30 евро. Они все равно не так режут. А я заказал понтовые или что? Да. Пусть подороже, но он классный. Ну так вот, смотрите. Квадратиком лучок. Наталья сыпет сразу. Побольше лучка? Лук, знаешь, кашу не испортит. Давай. Так, все. Следом на лук майонез, ребята, идет. Но немного, да, Наталья? Да, не охота много делать. Надо, знаешь, Юрик, еще вот какая вещь нужна. Распределятель, который как сеточка делает майонез в интернете. А он настоится, впитает все. Не переживай. Там все равно не будет. Сеточка прикольная. Он тоньше ложится и вот и меньше по-любому употребляешь этого майонеза потом. Как бы люди не готовили торт, все равно сгущенка пройдет сквозь него. Слоев как бы не мазали. Все равно будет вкусно. Наливай только чай. Короче, сгущенкой, типа, торт не испортишь, да? Точно. Ну вот, как-то так. И здесь также. Дальше идем в картошку. Давай картошку. Многие терут картошку на терке, но мы делаем на Найс Айр Дайсер в последнее время. Удобно, быстренько, так же. Тем более она... Да, чтобы быстрее. Мелко делается там, да? Равномерно будет все, селедочкой. Ну, в общем, что у нас получается? Снизу селедка, чуть майонеза. Сейчас идет картошка наверх. Потом идет морковка и свекла сверху. И майонез, да? Все. А солить будет чуть-чуть? Нет, селедка соленая, правильно. Некоторые делают еще сверху картошки яйца. Можно так. Сейчас с Юриком разговаривали и будем делать что-то, решили не будем. Да, потому что яйца есть в оливье, зачем нам столько яиц? Куда нам столько белка? И так мы крепкие. Получается. Давай. Все. Раз. Давай, давай, показывай. Ребята ждут все голодные. Что я сегодня без перчаток готовлю? Да елки-палки. Это что это? Ну я руки бесконечно мою. Это не переживай. Нашла, на что акцент сделать? Она без перчаток. А я не люблю. Я сама люблю, когда я готова без перчаток. Давай сейчас начнем с того, что ты еще и без платка на кухне. Так что волосы упадут. Ты же не в ресторане. Давай готовь для нас. Вкусно будет. Все отлично. Да, моя бабушка. Я лично слежу. Гигиенично или нет. Я думаю, что надо платок одевать на кухне. И сверху картошки идет опять же майонезик. Смотрите. Сейчас тоненькое слое размажем. Не злоупотребляйте салатами. Всего по чуть-чуть кушайте. Вообще, знаешь, я все хотела свой майонез сделать. Он-то, блин, делает 105 минут. Надо было со своим майонезом, с домашним делать салаты. Вообще была бы вкусняшка. Угу. Что я хотел сказать. Не злоупотребляйте. Иначе потом килограммы новогодние очень тяжело скинуть. А как-никак только год перевалит, начинается январь, там уже февраль, март, весна. До лета совсем чуть-чуть осталось, можно сказать. Надо будет снимать опять футболки. И дабы, чтобы не было стыдно за себя. Скажу легко и просто. Килограммы легко набрать, а скинуть их потом тяжело. Так что кушайте в меру. Особенно на праздники. Потому что все жирное, сытное, калорийное. Так, Наталья здесь уже занялась морковкой. И потом свеколка пойдет вот это вот. Наверх. Ты ее тоже на терке будешь делать? На мелкой. Сейчас посмотрю. Но раньше обычно, когда делала, на самой-самой мелкой терке терла. Которая как кашится. Ну и хорошо. Кстати, вот можно потом сверху также шубу украсить яйцом. Красиво нарезать. Или же желтком. Желток мелко накрошить на терке. И так же украсить. И петрушку там что-то. Не петрушку, а укроп положить. Укроп. Ну и укроп. Юрик знает. Знаешь, что я еще хотела добавить? Ты говоришь, там январь, февраль, там и март. Быстро все пролетает. Уже лето. Январь пролетает очень быстро всегда. Потому что там новогодние праздники. Ну и Рождество. Некоторые до старого Нового года гуляют. Старого Нового года. Да. В нашем случае у нас еще там твой день рождения. У нас весь январь в праздниках. Он пролетает быстро. В феврале потом мой день рождения. И он короткий. Месяц. И у мамы твой день рождения тоже пока туда-сюда. И вот как бы зима у нас пролетает всегда быстро. А потом уже с марта я всегда жду тепла. Мне кажется, так долго тянется. Ой, давно потом тепло-то быстро. В апреле уже бывает. В апреле купаешься. Некоторые купаются в конце января на Крещенские морозы. На Крещение. Ну вот у нас и пошла свекла уже в ход. Наталья ее чуть-чуть так отжимает, когда поднимает, чтобы она с майонезом не побежала. Ну да, чтобы сок даст и потом будет некрасиво. Чтоб красиво было. Можешь и чтоб не было. Ну это в принципе сок вкусный. Можно выпить. И будет хорошо работать желудок. Да, полезно. Так что пей. Все пью. Но сначала съем салат. Но не сегодня. Все заготовки на завтра. Ну вот заключительная часть салата. Наталья немного сделала майонеза. Все это размажет. Это даже маловато будет, да? Ну сейчас посмотрим. Ну постараюсь размазать, чтобы не было много. Много не надо. Внутри уже есть. И он потом настоится. Особенно самый вкусный шуба, это когда постоит пару дней. Обалденно. Сразу приготовлено это не очень. Он должен постоять именно. Он должен взяться. Потому что я тебе не разрешаю сейчас его попробовать. Покушать. Вот ты так и говоришь. Да не, я правду говорю. Сейчас бы съел бы и свеженький. Шуба всегда вкусная. Ты че? Мужик в годах трындеть не будет. Вот так вот ребята. Получился он. Ну это базовая часть салата. Вы можете украсить сверху как хотите. Как душе угодно. Есть некоторые. Креативно импровизируют, делают. Так что и селедку саму там рисуют. И в шубе. Не рисуют, а из огурца делают. Ну по всякому, уже знаете как. Наши люди с хорошей фантазией. А ты знаешь, я как-то в инстаграме недавно видела роллы. Сейчас делают русские роллы. Типа это. Тоже свеклу режут так тоненько. И заворачивают там селедку всякую. И потом режут на кусочки. Выглядит очень красиво. Так я хотела сделать. Ну думала на новый год. Но потом все таки решила традиционно делать. Да, это самое лучшее. Легко и просто. Самое главное, нажористо вкусно. Да. Еще нам, ребята, сегодня предстоит замариновать уточку. На канале уже есть, как я делал. Но сегодня будет делать Наталья. Попозже. Перед сном смотрите. Вот у нас утка одна, утка вторая. И здесь вот эти ляжки, которые мы вчера купили. Еще тоже утячие. Вот такие вот они. Да. Маринад простой. Соль, перец, чеснок, аджика. Все намазываем. И режем утку вовнутрь. Ну, кто хочет, может яблоко добавить. Какую утку вовнутрь? Ой, утку. Грушу, извиняюсь. Утку? Мы утку фаршируем уткой. Да, это прикольно. За ты даешь. Короче, да. Грушу может кто-то яблоко добавить. Груша. Груша везде. Которую нельзя скушать. Все. Ну, а как же без песни, ребята? Вы же постоянно просите. Как-нибудь гитарист, возможно, запишет целое видео только с песнями. Сейчас сыграет одну песню какую-нибудь веселую или грустную. Даже не знаю. Пусть сделает. Давай же, как сценарист. Я, как осенний лист, Я лечу туда, где ветер вздумает. Ты, ты меня дождись, Я опять зачем-то улетаю. Улетаю. Год. Похожусь в строге. Два. Нарполярным снегом. Три. Просто в высоте. Между тобой и небом. В нем этих дней не счесть, Ветер этот строже прокурора. Знай, что я где-то есть, Я вернусь, но я вернусь не скоро. Год. Покружусь в строге. Два. Покружусь в строге. Супер. Покружусь в строге. Покружусь. Покружусь в строге. Покружусь в строге. Смотрите, это фарш. Что у нас за фаршки здесь, Наталя? Свинина плюс говядина. Так, ты посолила его на глаз, да? Ну, естественно. Так, теперь... Но перчу всегда много, не знаю, я люблю побольше перца. Я знаю, Катюха один раз увидела, говорит, куда ты столько... Да, ну это немного. Это немного, это кажется. Так, ребята, смотрите, Наталя здесь закинула чесночок в блендер. Теперь лук режет сюда, все на блендере перебьет и добавим фарш. И все, да, или что-то еще будем добавлять фарш? Нет, нет, не будем. Сделаем как раньше делали, без всяких этих... А что еще можно было бы добавить туда? Ты бы добавил зиры, сто процентов. Да, не мне туда бы добавил. Так, смотрите, что у нас здесь с этим, с холодцом, все варится отлично просто. Вот и все. Как хорошо вот это... Приборы нас выручают. Сейчас бы по старинке плакали бы, когда терли на терке, слезы бы бежали. А сейчас уже не надо. А раньше... 21 век, понимаешь ли. Когда в детстве сильно в моем, да, это... На мясорубке, помнишь, перекручивали? Да, тоже было дело. Вот такая масса получилась. Сколько ты лука вообще добавила? Полторы, наверное, две. Но лука сейчас я буду много. Ты что делать? Да, много. Поначалу. Сейчас дальше, пойдем. Я с Тайфудом на границе. Да, Тайфун? Угу. А? Оф, оф, оф. Вот он. Он чувствует фарш, потому что... Нет, он сюда, вот сюда унюхал эту утку. А может, утку? А до этого он чувствовал фарш. Потому что ты его сюда поднял, и сюда ты не хочешь. Ой-ой-ой, хочешь уточкой? И так, ребята, инициативу вберет в свои руки профессионал. Смотрите, вот так вот Наталья сделала. Теперь я замешаю фарш. Так вот, лука, смотрите, хорошо. Чтоб сочные были пельмени, намного лука. Также беляши, чебуреки. Да, чем больше, тем лучше. Все, и поехали. А Юрик-то в перчатках работает. С мясом всегда почти. Ну, с мясом я бы тоже перчаткой поделала. Если они, конечно, есть. Даже если ты уйдешь, И в пустоту берут, Мысли о тебе Одно и наполняют. Ты закрыла в сердце Дверь, оставим нам любовь. Даже если ты уйдешь, Ты уйдешь я навсегда с тобой. Ты уйдешь я навсегда с тобой. Даже если ты уйдешь и в пустоту миром, мысли о тебе одной и наполням. Ты закрыла в сердце дверь, оставит нам любовь. Даже если ты уйдешь, я навсегда с тобой. Вот такой вот, ребята, красивый фарш получился. Смотрите, 5 минут я его где-то помесил, еще и 5 минут и можно люляки баб делать. Ну, реально хороший фарш, смотрите. Видите как? Четкий. Оба, запломбируем обратно. Так, ребята, вот такой вот. Ой, блин, что-то я большое раскатал. Тесто раскатал, но потом скомкаешь, как всегда, и по новой раскатаешь. Делаем мы вот на такой, который привезли из Казахстана в форме. Да, уже ей там лет 30, да, может лет 40 даже. Да, еще до нашего рождения. Надо посмотреть, кстати, какого она года. У нас и честно кодовинка с Казахстана тоже тех времен. А, кстати, ребята, вот лучше, правда, нету. И, кстати, что еще, я говорю, мне нравится пельмень, когда делаешь не вручную, а именно вот на такой штучке. Давай лучше одену перчатки и будем фарш накладывать. Ну, типа это вот в таком, может кто-то же не знает, не все же знают, такой верунду кто-то лепит. А, ну да, в принципе. Крышку наверх. Я люблю так, чем ручная лепка, мне так больше нравится. Юрика, да, самый любимый, он не любит, когда мы руками лепим. Хотя многие говорят, что руками, когда лепим, они вкуснее, не знаю. Да, те же самые ингредиенты, какие вкуснее. Вкуснее не может быть. А здесь уже красивые они будут, аккуратные такие. Одним словом. Профессионализм. Так, ребята, теперь смотрите, в торжественный момент. Раз, наверх накрыли. Примяли немножко. Блин, первый блин, конечно, немножко комом. Думаю, много теста сейчас, надо мне поменьше резать. Ну, вот так вот. Ну, то раскатаешь, так же самое, что ты? На кроняк сделаешь галушки. Вау, помещается. Вау, видел ли, вот такие перемешки получаются. Все, зови немцев, будем угощать. Соседи, вели на мне сегодня, я объясняю, бельмени. Ну-ка, Наталья, вот так вот. Они не помнят, они у нас пробовали. Вот так, раз, вбок. Много до теста сделала. Ну, ничего. Ну, я его сейчас сразу из него уже и сделала. Вот, надо кончить. Все, хватает, хватает, что-то здесь. Самое главное, покрутить хорошо, чтобы... Блин, один, два. И вот так вот, потом раз, 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 раз. Надо муку было насыпать. Сейчас насыпем, не переживай. Смотрите, какие красивые. Да. Вот, стандартом я их сказал. Какие они. Четкие. Это классная тема. Мне тоже нравится. Гляньте сюда. То, что ты в карамарке покупаешь. Теперь их надо уложить красиво и отправить... Ой, сейчас ты уже по-другому заговорил, да? В морозилку. Сегодня приехал мне и говорит, зачем ты пить? Можно же купить в русском магазине. Типа, зачем оно надо? Нет, русский магазин не сравнится со своими домашними никогда. Вот такая вот красота, ребята, получается. Кто бы что ни говорил, но домашние пельмешки всегда лучше, вкуснее. Вы знаете, какое мясо вы это, по крайней мере, ложите. Так же, Наталя? Да, а не едите капуто с рогами. Ну, капуто с рогами это колбаса уже. Сейчас отправляем этот подносик в морозилку. Морозится немного в пакет. И все, и готово. И кушайте. Раньше, когда Натали, мы так много лепили, вот сегодня сидели, буквально общались с Юриком и с Чанкой разговаривали, что с мамой там сидели каждый вечер, например, там, начиная от числа 20 декабря, каждый вечер там по штук 100 пельменей. Потом складывали их во фляги или в бидоны. У нас это в веранде, где было холодно, хранилось. И очень было удобно, мы потом, как бы, даже весь январь и весь февраль ели эти пельмени. Ну да, и мясо так же на веранде у кого хранилось, просто без холодильников. Да и сейчас хранится, что говорили. Обливали водой, оно покрывалось кортой. И даже не обливая, замерзло, и все. Положил даже в сараях, где скот не стоит, где раньше стоял. Вот так можно сказать. А потом уже лежит морозится или висит. Столик чистый лист, не исписан он чист, Совсем белый, как снег непримятый. Он заманчиво звал, чтобы я рисовал, Что-нибудь лучше, а что непонятно. Карандаш я беру по бумаге виту. Вот портрет получается странный. Почему-то глаза смотрят на меня, На печальстве, но очень печальны. Ай-яй-яй-яй, не в ушка мечты, В этот вечер не со мной осталась ты. Я тебя нарисовал, я тебя нарисовал, Только так и не познал твоей любви. Я не верю, что пройдет моя любовь, И тебя я не увижу больше мной. Без тебя я жить устал, И тебя нарисовал, я тебя нарисовал. И картина моя рисовал, И я вдруг ожил, образ твой улыбнулась. Сказать нежно прости, ты меня не ищи, И в голову вкусом ясь обернулась. Ай-яй-яй-яй, девушка мечты, В этот вечер не со мной осталась ты. Я тебя нарисовал, я тебя нарисовал, Только так и не познал твоей любви. Я не верю, что пройдет моя любовь, И тебя я не увижу больше мной. Без тебя я жить устал, И тебя нарисовал, я тебя нарисовал. Четко, четко. Всех с наступающим, ребята. Эту песню лет 20 уже точно не пели. Это точно. С наступающим.